Уважаемые одноклубники, хочу поделиться с вам секретом, как ввести в твистер двойник. Конечно же, это многие знают, но также многие и не знают. Кто-то, кто посмотрит эту программу, будет удивлен, кто не знаком с этим. Сперва раздвигаем немножко двойник. Прикладываем его к твистеру. Определяем место, где должно выйти жало двойника. Одним жалом и прокалываем его насквозь. И выводим сюда. Дальше начинаем аккуратно его вводить в тело твистера. Получается вот такой вот ровно нанизанный двойник на твистер. Секреты будут разгадываться еще. Как, допустим, на твистер надеть вот так вот ровно тройник. Для этого берется твистер. Кладем его на стол. Дальше нам потребуется что-то круглое, трубчатое. Допустим, вот есть часть от шариковой ручки. Берем тройничок. Опять же-таки замеряем, где должны выйти жало. И вот в этом месте мы прокалываем шариковой ручкой. Вот таким образом. Ну вот, мы сделали отверстие в твистере. С одной стороны оно получается широкое, с другой узкое. Там, где со стороны широкой, мы начинаем вводить в твистер, в тело твистера. Начинаем вводить тройник. Аккуратненько вводим его по центру. И после того, как ввели, растягивая твистер широкой частью, мы заводим сюда один из тройников. И теперь получается у нас вот такой твистер, насаженный на... Вот такой вот приманка, тройник, насаженный на твистер. Ее рыбу не стягивает, он плотно сидит. И хорошо цепляет рыбу. Твистеры мы взяли светонакопительные. Мало того, что они светятся в темноте, они еще и делают вот такое стробоскопическое излучение света. Если его под лампочку сумят, вот оно такое. Но не только эти твистеры имеют такое излучение. Есть еще, например, вот такие. И подобные. В общем-то, на этом все. Удачи! До встречи на водоемах!